Нарисуйте одним розчерком, не проведя ни одной и ни дважды, фигурой рисунка. На самом деле, конечно, можно гораздо больше разных фигур, интересных, чем там нарисовано. Для примера нарисованы несколько картинок, но давайте, например, то, что в книжке. У нас есть окружность, большая окружность, еще одна маленькая окружность и вот такой отрезок. Считаем, что у нас есть граф, у которого шесть вершин. Почему его можно нарисовать? Да потому, что здесь две вершины нечетной степени, а все остальные нечетные. Правда, теперь мы еще не доказали, но тем не менее. Если верить в нее, то понятно, что можно. Теперь нужно это сделать. Пассон рисует, пожалуйста. Отсюда выходите. Все, это уже ошибка. Вы решили выйти из вершины четной степени, а мы с вами учили, что как раз это и не получится. Так, следующее. Просто сядьте у себя, попытайтесь, как вы вышли, нарисовать и убедитесь, что не получится. Есть очень жесткое правило. Откуда надо выходить? То есть, если в графе есть две вершины степени 3, стартовать надо откуда? С четной. В данном случае, с какой точки надо стартовать и в какой точке заканчивать? С нечетной. И заканчивайте в другой ничего. Замечательно. Значит, ребята, мы знаем, что на самом деле по вкусу можно начинать в одной и заканчивать в другой. Можно заканчивать наоборот. Заканчивать здесь и начинать там. Пусть вот это будет начало маршрута, а это будет конец маршрута. Вот эта точка. Здесь надо начать, а здесь я заканчиваю. Очень важно понимать, что других вариантов нет. То есть, можно, конечно, начало и конец поменять местами, пройти маршрут в обратную сторону, но больше вариантов нет. Не получилось. Потом вот так вот. Отлично. Пишите B. Да, дальше. Дальше C. Отлично. Пишите C. Необязательно залезать туда. Эта часть ребра, она ему тоже принадлежит. Необязательно прыгать. Здесь напишите палец в УКУДЕ. И все будет хорошо. И это неверное написание в УКУДЕ. И это тоже. А что вы написали в УКУДЕ? Надо нарисовать кружочек и поставить вертикальную палочку. Кружочек. Отлично. Вот по одному дельку прошли, получилась буква D. Дальше. ВК. Да. Пишите Е. Дальше вот так. Например, пишите буква F. Дальше. Пишите буква F. Дальше. 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 Два G. Держи. 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 Отлично, спасибо, сделали. Все поняли идею? Вышли из вершины нечетной степени. Ну и вот конкретно прошли. У нас пока нет доказательства. Пока что мы можем только сказать, что ей повезло. Она такая умная, что она смогла придумать такую картинку. На самом деле всегда можно придумать. Это собственно и есть теорема, которую мы пытаемся показать. Но хорошо. Это получилось. Теперь, хотя на самом деле уже надо задуматься над одной вещью. О чем она должна была все время помнить? Как вы считаете? Она могла не суметь нарисовать. О том, что если ты вышел из нечетной, то ты должен там и закончиться? Нет, закончишь и закончишь и что ты решишь. Замечательно. Вопрос такой. Могло ли у нее вот так получиться, чтобы не получилось? Как вы считаете? Надеюсь, что она вообще есть черный. А? Давайте я попытаюсь. Не так, как она пойду, а совсем другим способом. Я сотрудю буквы, чтобы не путаться. Я сейчас попытаюсь сделать, чтобы было плохо. Итак, начинаем здесь. Начинаем здесь. И давайте мы пройдем первым ребром вот сюда. Имею право? Да. Имею. Вообще-то имею. Прошел сюда. После этого прошел сюда. Могу? Да. Прошел сюда. Могу? Прошел сюда. Могу? Прошел сюда. И вообще-то все. Я прошел так. Так. А дальше идти некуда. А выхода нет. Выхода нет. Интересно. В какой момент я ошибся? Когда вверх туда прошел. Вот это еще была не беда. Давайте. Не видно, почему здесь не получалось. И это была не беда. И это была не беда. Так? Да. Давайте посмотрим, что произошло в момент, когда еще трехребер не стало. Вот так вот. Алик. 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 Этого нет. Этого нет. Этого я уже тоже прошел. И сейчас. Вот почему нельзя идти туда? Потому, что там еще нет. Ребята. Потому, что тот момент, когда я иду сюда, я, в некоем смысле, ухожу из вот этого графа. То есть, сейчас у меня картинка, это связанный граф. Из любого места парёк можно дойти до любого места, правильно? А вот в тот момент, когда я пройду по этой дороге, вдруг я окажусь в этой точке, из которой нельзя выйти. У меня граф разбился на две компоненты. Всё кроме конца и этот самый конец. Давайте я ещё какой-нибудь пример нарисую. Мне кажется, что такой пример является абсолютно понятным. Представьте себе, что у нас есть отрезок. Здесь какой-нибудь, на самом деле не так важно, какой. Какой-нибудь, вот у нас есть граф. Скажите, сейчас у меня все стерли нечёртые слева? Ну, кроме этой. Два, два, четыре, четыре, два. Согласны? Вот, отлично. И давайте я здесь что-нибудь такое нарисую. Давайте попросту вот так. Ну или, если хотите, можно что-нибудь сложнее. Можно ещё что-нибудь нарисовать. Согласны ли вы, что эту картинку можно нарисовать, не отрывая руку от доски? Не согласны? А на самом деле можно. Смотрите как. Покажу эти точки. Иду сюда. Нормально? Да. Обхожу вот этот треугольник. Иду сюда. Обхожу вот этот картинограмм. Что там дальше? Опа! Раз, два, три, четыре, пять. Нельзя. Здесь пять, а здесь три. Какая же я вяга? Ну давайте вот так. Вот тогда уже точно все степени чёртные. Я просто ошибся прочитался. Извините. Так, теперь можно? Нет. Давайте вот так. Иду сюда, обхожу треугольник, иду сюда, обхожу параллелограмм. Я спускаюсь, обхожу треугольник, иду сюда, иду сюда, поднимаюсь, обхожу, 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 обхожу. Согласны? Да. Да. А что нет? Я вышел из той точки, которая была в другом городе. Я вышел из этой точки, но закончил здесь, всё нарисовал, прошёл по всем отрезкам по двум разу, чем в лоб. Да. Так вот, теперь вопрос. А мог ли я, выйдя из этой точки, не суметь обойти? Ответ – кошмар. Да. Я мог взять и выйти из этой точки, не сюда, обойти, а потом пойти сюда и здесь обойти. А я мог выйти сюда? После этого, даже когда я пойду, вернуться я уже не смогу. Да. Вот давайте такую штуку называть перешейком. Перешейком. Так вот, оказывается, если вы выходите из вершины в четной степени и идёте по графу, и никогда не идёте по перешейке, то есть в каждый момент вы прошли по каким-то ребрам, и у вас есть граф, так вот, если у вас есть перешейк, то по нему нельзя идти. Перешейком называем ребро такое, что если его стереть, то граф распадается на две компоненты свёздности. Понятно, да? Так вот, оказывается, что если следить, что не будем ходить по перешейкам, то во-первых, всегда это можно, то есть всегда можно найти возможность идти не по перешейку. А во-вторых, мы всё обойдём. Вот. Ну, это потом. Это тоже часть ремейвера. А сейчас давайте возьмём следующую картинку и всё-таки мы с ней сейчас быстренько разберёмся. Она простая. Нарисованы четыре квадрата. Один квадрат, второй квадрат, теперь здесь вот надо нарисовать квадрат, и здесь надо тоже нарисовать квадрат. Извините, что они у меня чуть-чуть разного размера получились, но, в общем, картинка, если присмотреться в книжке, по сути, такая, как здесь нарисована. Требуется сделать то, что мы весь день делаем. Заметьте, пожалуйста, степень 2, 4, 2, 2, 4, все степени чётные. Поэтому обойти можно. Вот нужно взять и обойти. Поскольку все степени чётные, то они не имеют значения откуда. Рисуйте у себя в тетрадке. Да, это совсем простая вещь. Тут никакая теория не нужна. Надо просто взять и жить и всё. Нарисовать такой же рисунок максимально похожий. Идём вот так. Откуда вы начали? Отсюда. Отсюда. А давайте сделаем так. Давайте я дам тряпку и вы будете их стирать. Так, раз, два, три. Пока всё хорошо. Дальше. Четыре, пять. Дальше. Дальше. Шесть, семь, восемь. То уже потом это никогда не рисует. А надо уже дойти или сюда, или сюда. Так, прошла, прошла, прошла. Всё закончилось. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...